О рецидивистах и борьбе с ними шла речь на заседании Межледовательной комиссии по профилактике правонарушений. Выводы таковы. Каждый 45-й, состоящий на учете в уголовно-исполнительной инспекции Нинецкого округа, совершает повторное преступление. Как правило, такие люди уже имеют либо условное наказание, либо реальное. Например, это исправительные работы, но свободы они не лишены. Из 273 осужденных, состоящих на учете в инспекции, в этом году на те же грабли наступили всего шестеро. А цифра небольшая, впрочем, задуматься, говорят полицейские, все же стоит. Рецидив как болезнь. Те, кто преступление совершил один раз, как правило, обязательно сделают это еще, говорят правоохранители. Если грабил, то грабит снова, убивал, убьет еще раз. Затрагивая, анализируя проблему рецидива, необходимо подчеркнуть, что все-таки это является наиболее опасной разновидностью преступности. Так как совершение повторных преступлений свидетельствует в основном о наличии у лиц осужденных стойкой антиобщественной установки, упорного нежелания подчиняться требованиям закона, наличие индивидуалистических взглядов, мотивов, устремлений, отрицательное субъективное отношение к окружающей людьми и социальной ценности. Особое внимание на заседание уделили профилактике осужденных. С ними работают не только правоохранительные органы, но и медики. Большинство рецидивистов склонны к алкогольной и наркотической зависимостям. Не так давно осужденные встречались с наркологом. Из почти 50 человек пройти курс реабилитации абсолютно бесплатно по специальной программе согласился только один. Остальные не захотели менять свой образ жизни. Не менее важный вопрос, который обсуждали участники комиссии – необходимость создания в регионе медицинского вытрезвителя. Только в этом году за появление в общественных местах в пьяном виде к ответственности было привлечено 2586 граждан. Это примерно 8 человек в день. Нетрезвых последние 4 года доставляют в больницу. Но медики по понятным причинам неохотно работают с такими пациентами. Стражи порядка уверены – в округе обязательно должен появиться медицинский вытрезвитель. И приводит пример. На фоне периодически обостряющихся дискуссий между федеральными органами и властными местами продолжаются попытки организовать медицинские вытрезвители в системе здравоохранения. Так, в 2010 году в Плитомском областном наркологическом диспансере специально выделено на отдельном стоящем помещении. Был организован вытрезвитель, который на бюджетные системы областного здравоохранения с существенными отбавками к окладу медицинского персонала функционирует при поныне. Упыт Томска в России признали успешным. Их идея была направлена в каждый субъект. Но на этом все закончилось. Регионы не желают создавать у себя специализированные учреждения. Во-первых, непонятно на что. Во-вторых, кто их будет содержать. Глава Нинецкого округа тем временем с полицейскими уже общался на данную тему. Вопрос находится на рассмотрении.